Следуя постулату Арберта Эйнштейна, который декларирует в развитии научного успеха восхождение от общего частности, я считал бы возможным тем не менее завершить научную программу нашей инфекции обсуждением некоторых результатов рассмотрения болитков желудка и их динамики развития, их трансформации возможных браков желудка в контексте тех требований, которые изложены в докладе Андрея Михайловича, и которые предполагают наличие высоких и, я бы сказал, энциклопедических знаний у врачей, частности врачей медицинских. В этой связи я хотел бы изложить результаты и выводы, которые касаются наблюдения за пациентами с болитами желудка. Основанные на данных наблюдений за свыше 600 пациентов с этим формой патологии в лечебном учреждении, мы имели возможность с учетом того, как организована система наблюдения за пациентами, наблюдать за больными в фазах, когда болитов еще не было, в фазах, когда болит были выявлены, но еще не удалены, в фазах после того, как болит были выявлены, и, наконец, те редкие, но драматические ситуации, которые случаются при трансформации неких болитков на качестве поражения. Я не буду говорить о частных, подробно говорить о частности диагностических пациентов. Здесь мы брали две группы пациентов, в одних из которых были болиты гиперпластических, а вторых аденоматозных, то есть истинные маклумии желудка. Так вот, оценена лакуализация этих видов образования цена, наличие в них речки инфекции, оценена наличие хронического пастита, как фона, на котором развивается этот вид поражения. Я пропускаю эти слайды, поскольку здесь представлены обычные способы наблюдения и способ лечения этих пациентов, то есть эндоскопических болитков используем, надо сказать, традиционных способов, которые в некотором роде кажутся орхроничными, но, тем не менее, применяются до сих пор в большинстве лечебных учреждений. Итак, установлено, что примерно у половины пациентов имелись гиперпластические полипы, а у половины полипа аденоматозной структуры. Установлена зависимость размера полипа от их гистологической структуры. Установлено, что полипы образуются достаточно короткий отрезок времени на протяжении периода не превышающего одного года и достигают максимальных размеров в течение этого же отрезка времени, а далее растут очень... То есть существует некий цикл развития полипов и последующих его возможной трансформации, которые замыкаются на короткий отрезок времени. В результате наблюдения было уяснено, что полипы не... То есть возникновение полипов не... Возникновение полипов не предшествует некие изменения в русской оболочке, но за исключением хронического гасклита, которые могли бы указать нам на их возможное последующее развитие. В результате... В результате... В результате наблюдения эти пациенты были прокурированы, то есть энтоскопически были удалены, и в последующем... В последующем было констатировано, что у частных пациентов возникают так называемые рецидивы, то есть повторные образования полипов, в частности, в месте их удаления. Частота рецидива составляла в среднем 20% случаев. То есть от 20% полипов возникли на протяжении достаточно короткого отрезка времени, в большей части не превышающих одного. Полипы, возникающие повторно, были больше по размеру, то есть от них было больше одного, нежели для классических полипов. Все эти обстоятельства можно рассматривать, но не в контексте того, что существует риск трансформации полипов в рак. Собственно говоря, это является основанием для нежного наблюдения и в последующем году. По нашим данным, у пациентов с полипами желудка это данные у рецидивов. Как мы видим, для рецидивов, то есть повторного возникновения болидов, 60% больных происходит однажды в течение наблюдения, а у остальных 40%, 2 или 3 или большее количество. Время возникновения повторного болидов составляет повторяю, у большинства пациентов не больше одного года. Причем, ну, определенные группы болидов у пациентов. Эти болиды возникали на протяжении более длительных воздействий. Вероятность развития рака в болидах, то есть при первичной эндоскопии, не превышала 0,8-1%. Вероятность развития рака у пациентов, у которых произведена болидов, и болиды возникали повторно составляла в среднем 3%. И с наибольшей частотой рак возникал у пациентов при возникновении у них рецидивов, то есть повторно возникновение болидов. Таким образом, из 300 пациентов в десяти случаев в процессе наблюдения было выявлено развитие злокачественных перерождений. Возникшему образованию, то есть в десяти случаях, у пациентов возникли или малегнизированные болиды, или у них в зоне эндоскопических болидов в доме. Таким образом, проведенное наблюдение свидетельствует о том, что общая возможность развития наслаждения болидов весьма неглимка, но тем не менее она существует, не превышает 1% и требует соответствующего отношения врачей, в частности, врачи-эндоскопистов, в организации наблюдений за этими процентами. Тот факт, что при развитии рецидива в зоне болидов частота возникновения этого качественного перерождения фактически в 10 раз превышает естественную вероятность реализации болидов, то есть когда мы ничего не делаем в зоне, когда мы не удаляем этих болидов, когда мы вмешиваемся в процесс природы, свидетельствует о том, что возможно факт эндоскопической полиэктомии, факт воздействия на зону, где возникает болидов, посредством наших радикальных методов воздействия при удалении, является неким провоцирующим моментом для развития там злокачественного перерождения в этой зоне. И появление или, я повторяю, два варианта подобного, подобной трансформации, появление или злокачественного перерождения, или опухоли злокачественного, то есть рака, и все это происходит, повторяясь в кратчайшие отрезки времени. У двоих очень приятных пациентов нам удалось проследить визуально, буквально, в течении вот наказательного перехода, развития рака через фазу тяжелой дисплазии, причем вот этот отрезок времени до того, как его образовался рак опухол, или молимнизированный болид, осуществовала некоторая тяжелая дисплазия, не повешен двух-трех лет. Исходя из этого, на сегодняшний день нам представляется, что принятая, исторически сложившаяся, используемая в практической медицине тактика отношения наших врачей к борьбам в живот, по-видимому все-таки является оправдой. И общая тенденция, и общая позиция врачей, которые считают необходимыми, куда-либо тем, куда-либо приготовлено, имеет под собой некую теоретическую основу, которая свидетельствует о том, что вероятность возникновения болидов, несмотря на небольшую причину, он существует, и мы не можем практически предположить, какой из болидов у нас через неделю, через месяц, и так далее. Другое дело, что мы можем исключить из серьезной группы риска с гиперпластическими болидами поскольку, судя по нашим данным, они не трансформированы. Знают они только наше естественное, это знают все эндоскопия зонтальчика. Извините. Это гиперпластические болиды, это в меньшей степени группа риска, нежели аденоматозные болиды. А аденоматозные болиды, это группа риска, которая может, несет в себя этот качественный потенциал и вмешательство в зону росту болидов, может правоповедьмому болиду, может провоцировать канцерматозный протез в этом участке. Что требует у нас соответствующего наблюдения за этим пациентами, вырубить соответствующие тактики после операционного наблюдения и, наконец, использование наиболее серьезных радикальных методов лидийских, которые имеются в нашем сближении сегодняшним, в частности, и экзистические камеры. Вот, собственно, все, что я хотел вам сообщить на сегодняшний день. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ